Всем привет, дорогие друзья, всем привет, дорогие подписчики, с вами канал Денис Аплая. Сегодня поговорим о очень серьезную тему, тема, связанная с протестами, с революцией в Казахстане. Здесь напрашивается вопрос, возможно ли повторение подобных событий на территории России. Почему в Казахстане, в принципе, случились такие события? Ну, во-первых, аккуратно, в Новый год были взвенчены цены на жиженый газ в два раза. Большинство жителей Казахстана используют жиженый газ, прежде всего, для автотранспорта, автомобилей, автобусов, грузовиков. И так или иначе, это бы в конечном итоге привело к росту цен на абсолютно на все. Начиная от продуктов, потому что это первостепенное, и уже заканчивая, пожалуй, электроникой и прочими-прочими уже такими важными, малозначными вещами. Вот. Если здесь все понятно, и тут дальше смысла нету говорить, да, почему бы вспыхнуть? Была основа, была почва всему этому. Если бы не было, другое бы дело. Протесты не утихают уже четыре дня. За это время и правительство ушло в отставку, это было одно исследование протестующих. И цены на газ вернули в прежнее русло, даже по той информации, которая у меня есть, уменьшили, еще меньше сделали. Но, тем не менее, протесты не утихают. Почему? На мой взгляд, я не берусь и не считаю себя экспертом в этом вопросе, я считаю, что здесь все элементарно просто, когда не один год выжигают представители оппозиции, кто думает по-другому. Извольте, а кто? Толпу, а когда толпа неконтролируема, будет держать в руках. Кто для них будет авторитет? Когда нет авторитета, мы и наблюдаем те протестные действия, которые происходят, хотя их уже не совсем можно назвать протестными действиями, когда происходят погромы, мародерство, откровенные криминалы. Кому это выгодно и подключились ли туда, так скажем, другие силы извне? Да, не исключаю такую возможность. Вполне возможно. Так как, повторюсь, что нет, некому возглавить и контролировать ситуацию стороны протестующих. Как должно было, в принципе, поступить все правительство? Все, включая руководителя страны, должны были уйти в отставку, объявить тут же о выборах нового руководства. Мы знаем, как сильные мира сего держатся до последнего свое кресло. Последние ли это протесты для Казахстана? Не думаю, что будет ни один, ни два, ни три протеста. Думаю, что еще будут десятки. Пока народ не будет услышан. Глобальных изменений после этих протестов, кардинально, системных, в принципе, не будет. Опять же повторюсь, а кто будет следить за исполнением? Вот сейчас народ взбунтовался. Погромили территорию. Ну что, сейчас ведут, согласно договору, взаимопомощи. Наши меропросов ведут Армению, других представителей союзных отношений, зачистят, так скажем, города, приведут в норму. Но ведь протест опять вспыхнет. Потому что власть ничему не учится. Не учится, есть ситуация с 17-го года. В 17-м году протест вспыхнул не на пустом месте. Другое дело, что на сегодняшний день нету, по крайней мере, в Казахстане той идеи, которая бы двигала действительно Ассель. Возможно ли развитие подобное на территории у нас, в стране? Вполне возможно. На сегодняшний день наше население вполне так же претерпевает нужду. Цены на коммунальные услуги растут. Продукты растут. На все цены растут. Зароплата при этом нет. Вводят бессмысленные, бестолковые законы, повышение пенсионного возраста. Кому это понравится? Мне это, к примеру, вообще. Ну, я не знаю. Некоторые, мне дико, конечно, слушать. Да, хорошо, что подняли пенсионный возраст. Кому хорошо? Правительству? Ну, а ничего, что? Не совсем то количество, которое выплачивает ежемесячно дивиденды, пенсионный фонд. Он просто не увидит этих сбережений и накоплений. Другой момент. Пенсия тоже маленькая. Подняли НДС не так давно. Сейчас в нарушении Конституции. Пытаются протащить законы вверх. В конечном итоге, я думаю, протесты будут, в том числе на территории России. Другое дело, что точка кипения у населения нашей страны, она где-то, видимо, дальше, чем у Казахстана. Я не думаю, что госпропаганда справляется с своими, скажем, обязанностями, которые путинская Россия навязывает. Я не думаю. У людей есть свое сознание, понимание происходящих процессов. Другое дело, что народ у нас на территории страны, он несколько разобщен. Хотя, если брать прошедшие выборы в Государственную Думу, у единственной политической силы получилось консолидировать все левопатриотические силы, это КПРФ. Если не прислушаются к программе Геннадия Андреевича Зюганова и партии КПРФ, тем предложениям, которые из дня в день, из года в год и по ситуации также вносит партия КПРФ. Если не прислушаются, то мы в скором времени, довольно-таки в краткосрочной перспективе, получим протесты на территории нашей страны. Но далеко не все так стабильно, как хотелось бы. Народ готов выходить на улицу. В том числе и на территории России. Есть уже предпосылки разжигания розни, национальной почвы, религиозной почвы. На территории Республики Тыва. В самом начале я об этом говорил, что граница пересекается с Казахстаном. Вообще, на самом деле, у нас очень протяженная граница с данной территорией. И нужно понимать это. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о России. Так вот, буквально-то в аккурат с началом протеста синхронно различные телеграм-каналы, паблики ВКонтакте, некоторые недожурналисты начали подогревать тему, связанную, во-первых, конфликтом на религиозной почве. Так я наблюдал, как Саяна Мангуш подогревает тему на религиозной почве, связанную с мусульманами. Что вот, коммунисты, опять же, приплели коммунистов сюда. Это тоже понятно почему. Потому что это единственные здоровые силы, которые открыты для диалога. Вот она приплела их, потому что якобы коммунисты решили кого-то там пиарить, чтобы им была возможность построить мечеть. Что хочу сказать. Ну, во-первых, касательно представителей любых религий. Если кто-то там, представитель той или иной религиозного течения религии, захочет какое-то сделать сооружение для молебен, служб и тому подобное, ну, наверное, они сами этот вопрос будут решать, ну, никак, непосредственно, коммунистической партии Российской Федерации, там, руководителя, лидера коммунистов республики ТВА. Это откровенная чушь. Более того, я думаю, представители силовых ведомств, федеральной службы безопасности, в любом случае, я думаю, посмотрят данное видео. Прошу, подписчики тоже, опять же, не обессудьте. Прошу вас разобраться в этой ситуации. Так как к хорошему это не приведет. Это один момент. Другой момент связан, пожалуй, как раз с разжиганием, пожалуй, можно сказать, и национальной розни. Паблик ВКонтакте, деловая ТВА, уже не первый раз опубликует новости, порочащие честь и достоинство партии коммуниста, руководителя Туфрискова МКП, Геннадия Андреевича Зюганова. Здесь я тоже прошу правоохранительные органы обратить на это внимание. Более того, я подкреплю, так как я считаю, что здесь затронуты и в том числе и мои, личные убеждения. Меня данные публикации оскорбляют. Я буду писать по данному поводу заявление, по-другому никак. Разжигают, в каком плане, национальную рознь. Какой-то, как пишут, что вот приезжий Томоев, какой-то там москвич, занимается провокацией на территории Республики ТВА. Заметьте, делают акцент на том, что люди не знают на территории. И говорят, сколько сделано для того же народа Республики ТВА. Сколько сделано для детей. Так вот, разжигать конфликт, кому выгодно на территории Республики ТВА. Я, конечно, понимаю, кто может быть выгодоприобретателем данных моментов. Здесь уже, я могу просто заблуждаться. Здесь, на самом деле, можете оставить в комментариях свое мнение. Как минимум, три выгодоприобретателя есть. Те, собственно говоря, и устраивают тут хаос, те провокации, сжигают конфликт. Больше тайных вам. На этом, пожалуй, все.